Бисмиллях, вальхамду лиллях, вассалату вассаламу аля Расулиллях. Краткое описание проекта «Гетфатва». Все мы гордимся научным наследием наших праведных предков. В частности, мы, ханафиты, гордимся научным капиталом, оставленным учеными и последователями масхаба имама Абу Ханифы. Рахматуллахи алейх. Но на сегодняшний день много ли из нас тех, кто на самом деле может воспользоваться этими научными трудами в полной мере. Сколько хазратов, шакирдов, талибов, преподавателей, мударрисов, муаллимов, кто на самом деле способен тесно и регулярно работать с такими великими трудами ханафитов, как хащиат ибн Абедина, фатавы хиндия, илья-ус-сунан и так далее. А что говорить про обычных рядовых практикующих мусульман? В лучшем случае многие из нас просто слышали названия этих книг а подавляющее большинство никогда не держало их даже в руках, не говоря уже о более подробном законстве. Альхамдулиллах, в нашем современном обществе присутствуют хазраты, которые достаточно глубоко развили знания арабского языка, получили основы научного знания и методов изучения и анализа классической литературы. Однако у большинства людей нет доступа к этим хазратам. А если и есть, то у них просто физически не хватает времени и сил, чтобы уделить достаточно внимания каждому брату по вере и разъяснить подробно все интересующие его вопросы. Процесс истифты, то есть получение фатвы, происходит обычно следующим образом. Человек спрашивает у хазрата какой-либо вопрос, а зачастую люди спрашивают именно вопросы, связанные с какими-либо тонкостями и детализацией фикха, так как основы фикха, например, фарзы тахарата, фарзы намаза и так далее, мусульмане все-таки знают. Далее хазрат, если он этот вопрос изучал и хорошо его помнит, может ответить сразу. А что делать, если ответ на вопрос забылся, и хазрат не уверен в своем ответе? А что делать, если хазрат данный вопрос изучил на базе только одной книги, а в другом источнике он мог был быть разобран по-другому, и наиболее достоверный ответ был иным? А что делать тем, кто не может связаться с достаточно знающим хазратом? Да и откуда им его знать? Разве хазрат будет ходить и афишировать? Я такой-то, такой-то, знаток фикха, со всеми вопросами прошу ко мне. Или разве будет удобно каждый раз, когда возникает вопрос беспокоить хазрата? Отсюда и возникает главный вопрос. Как нам наладить мосты с интеллектуальным наследием прошлого и сделать доступ к нему легким и постоянным? Как раз на этот вопрос и призвано ответит наш проект GetFatva. Представьте, что нам удастся не только построить мост к этим книгам, но и сделать скоростное шоссе к ним, а может быть даже и телепорт, для русскоязычного пользователя с постоянным, круглосуточным и моментальным доступом ко всем материалам. Стоит признать, что подобный проект очень трудоемкий, поэтому предполагается данный проект осуществлять поэтапно. Начать нужно с качественного перевода одного из многотомных трудов с хорошей детализацией. Однако это будет не просто перевод. Подготовленные фрагменты будут сразу публиковаться на страницах сообщества и сразу будут доступны для всех пользователей. Параллельно будут разрабатываться наборы тегов в каждому фрагменту книги. Эти наборы будут использованы для разработки моментального доступа к нужным цитатам из книги всех пользователей. Это необходимо ввиду того, что фатвы далеко не всегда строго разграничены по тематическим разделам и книгам. И нередко можно встретить материал, который относится к совершенно другой теме, но автор решил упомянуть и разместить его именно в этом разделе. Человеку практически невозможно запомнить все те интересные заметки, которые он встречает на страницах больших трудов. Как правило, они теряются на просторах пассивной человеческой памяти. В результате постепенно будет копиться база данных переведенного материала с оптимизированной системой доступа к нему, которую также можно будет издать и в бумажном переплете. То есть итог первого этапа – это качественный перевод основных классических книг в бумажной и электронных версиях с прилагающейся к ней базой тегов, помогающих быстро находить нужный материал.